Итак, добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам продемонстрировать работу Apple CarPlay на примере автомобиля производства концерна VAG, в частности, это Skoda. Практически самое новое главное устройство с поддержкой функции Smart Link. Поддерживает она Android Auto, Apple CarPlay и Mirror Link. Android Auto я уже показывал в предыдущих роликах. В этом ролике я хочу показать, как же работает Apple CarPlay. Итак, что нам нужно? Нам нужно подсоединить смартфон на базе iOS к посредствам кабеля к USB-разъему автомобиля. Вот, мы подключаем. Определяет. Вот, все. Появляется нам привычный, знакомый интерфейс iPhone. Итак, дальше. Что у нас здесь есть? Здесь, с левой стороны, это панель быстрого доступа к последним трем приложениям, с которыми мы работали. Вот, в данный момент это карты, это телефон и это подкасты. Чуть ниже время, сигнал сотовой сети. Здесь значок то ли Wi-Fi, то ли 3G, то ли LTE. Показывает интернет, какой есть здесь. Далее здесь кнопка домой, кнопка Home. Нажатие на нее, это возврат на экран домой. Долгое удержание, это вызов Siri. Дальше. Телефон. С кем вы хотите говорить? Здесь мы можем выбрать, или с кем мы хотим говорить, или выбрать журнал звонков, избранные контакты, контакты, телефонные книги, телефонные книги, или клавиши, цифры, номер набирателя. Также автоответчик. Дальше. Возвращаемся домой. Следующая вкладочка, это музыка. Управление нашей музыкой. Всей, что есть на нашем телефоне. Здесь медиатека. Недавно добавлены треки. Или треки, или плейлисты. Здесь мы видим плейлисты, которые есть в телефоне. Артисты. Альбомы. Все работает быстро, шустренько, без всяких лагов, тормозов. Приятно. Хорошо. Ну вот, выберем какой-нибудь трек. Какой-нибудь вот. Вот так он отображается. Обложка альбома на заднем фоне. Вот здесь крупные клавиши, пауза, перемотка, или следующий трек, предыдущий трек. Здесь также можно выбрать в разнобой, чтобы воспроводились треки из альбома или из плейлиста. Также цикличное воспроизведение трека. И нажатие на троеточие. Можно или создать станцию, или поставить нравится-не нравится песня, для того, чтобы в будущем Apple Music подбирал треки, основываясь на наших предпочтениях. Вот, кнопочка «Далее». Это мы можем увидеть, какие будут песни играть следующие. Назад. Дальше. Кнопочка «Исполняется». Это мы опять-таки можем вернуться к треку, который исполняется. Назад песни. Загруженная музыка. Это музыка, которая хранится уже на телефоне. То есть ее можно прослушивать без доступа к интернету. Далее. Для вас. То же самое, как и на айфоне. Выбираются, какие-то предлагаются плейлисты, альбомы, которые находятся в ротации. Отличные миксы. Хотя я их не представлял. Откуда? Почему они личные? Недавно прослушанные альбомы, песни, плейлисты. Плейлисты «Воскресенье». Это которые Apple Music мне предлагает. Выбираем вот, допустим, поп-музыка. И начинается воспроизведение. Можем добавить его в свою медиатеку. Ну и опять-таки, можно опять-таки пользоваться интерфейсом. А музыка играет на фоне. Еще плюс огромный, что мне лично понравилось. Это то, что, допустим, CarPlay активен. Телефон подключен. Работает навигация. Я не хочу слушать музыку с айфона. У меня играет радио. И когда какие-то подсказки навигационные, радио становится чуток тише. И произносится голосом подсказка. Или там позвонить кому-то с Siri, попросить. Все это работает замечательно друг с другом. И не мешает друг другу. Так, дальше. Альбомы, плейлисты, новые релизы и так далее. Дальше. Обзор музыки. Это... Сейчас она у нас подгрузится. Это опять-таки, новые релизы можно посмотреть. Ну, все-все-все то же самое, что есть в Apple Music смартфоне. Все неким образом отображено здесь. И радиостанции. Интернет-радио тоже, которое именно Apple... Music. Вот. Кстати, с музыкой работать здесь очень удобно. Дальше возвращаемся домой. Карты. Карты... Работают тоже очень быстро, очень хорошо, шустренько. Свайп не работает. Позицию. Прокладывает маршруты. Можно голосом, можно пункт назначения. Это вот последняя история какая-то. Вот. Можно любимое открыть, а можно голосом. Куда вы хотите попасть? Построй маршрут в Москву. Прокладывай маршрут до пункта Москва. Ну, вот как-то так нажимаем начать. Начало маршрута в пункт назначения Москва. Продолжайте движение по дороге улицы Некрасова. Сейчас он подгрузит. Все. Ну, и тут будет карта. Интернет мог быть побыстрее. Нажимаем обзор и видим карту полноценную. Дальше. Подробно. И опять-таки увеличивается карта. Дальше. Если хотим прекратить движение по этому маршруту, нажимаем отбой. И опять-таки вот открывается просто карта. Нажимаем на эту кнопочку. Можно перемещаться по карте. Вот так. Готово. Плюс-минус это увеличение, уменьшение масштаба. Карта тоже достаточно удобная. Я раньше пользовался в основном гугл-картами. Эппловскими никогда не пользовался. С появлением у меня машины с поддержкой Apple CarPlay. Начал пользоваться картами. И на самом деле все хорошо работает в России. Без всяких проблем. И пробки показывает. И улицы находит. Конечно, Google карты распознают название улиц. И ищут улицы намного корректнее, чем вот Эппловские карты. Я не знаю почему. Вот несколько раз я произносил название улиц. Не самое сложное. Они почему-то не находились здесь. Приходилось открывать приложение на айфоне и там вручную вводить поиск. А все то же самое дублируется на экране. То есть, допустим, я на айфоне нажимаю телефон. Открывается телефон. Там контакты. Соответственно, они здесь не открываются. Открываю музыку. Открывается музыка. Там открываю... Что здесь еще может быть? Те же самые карты. Открываются карты. Вот. Дальше. Сообщение. Кому вы хотите написать сообщение? Сири спрашивает, кому мы хотим написать сообщение? Можно или написать, произнести сообщение и имя абонента кому отправить. Или можем нажать сообщение. И будут здесь последние сообщения, кому мы писали. Можно написать его, новое сообщение. Или, соответственно, выбрать, допустим, его. Что вы хотите сообщить? И сообщить этому абоненту. Когда приходит какое-то новое сообщение... Сейчас я это продемонстрирую. Отправлю сам себе сообщение. Я отправил себе сообщение. Вот, пришло сообщение. Можем нажать сюда. У вас есть сообщение от отправителя плюс 79051770330. Как дела? Хотите ответить? Да. Что вы хотите сообщить? Все хорошо. Вы хотите ответить следующее? Все хорошо. Отправлять? Да. Хорошо. Отправляю. Вот как-то так это работает. В принципе, распознают хорошо, корректно, все удобно. Дальше. Исполн. Это та песня, которая исполняется у нас. Быстрый доступ. Дальше. Герлычок Шкода. Это возвращаемся в меню самого головного устройства. Подкасты. Все подкасты сохранены. Подкасты, которые добавлены в любимые. Какие-то станции, чарты. И которые воспроизводятся, невоспроизведенные. Аудиокниги. Можно прослушивать, но у меня их, к сожалению, нет. Дальше я установил себе приложение интернет-радио. Запускается интерфейс. Ну, вот так себе. Ну, допустим, вот. Недавно прослушанное радио. Вот выбираем наше радио. Ну, вот. Радио работает. Там обложечка. Здесь название трека. Исполнитель. И что за радио. В принципе, я думаю, то же самое. Можно выйти в меню. А радио будет играть. И вот они, три кнопочки. Это быстрого доступа. Соответственно, хотим мы быстро в карты. Карты. Там обратно в сообщение. Карты. Все. Все хорошо. Все быстро работает. Вот. Чем отличается от Android Auto? Тем, что здесь все-таки интерфейс более удобен тем, что все значки, все кнопки, они очень крупные. Вот. Когда едешь за рулем автомобиля, очень удобно на все это нажимать. Потому что находится... Ну, потому что все крупное. Сейчас я позвоню на телефон, который подключен. Посмотрим, как отображается вызов входящий. Вот играет та же самая мелодия, которая в телефоне. Можно ответить, отклонить или сообщением каким-нибудь. Вот. Звонок отбился. И можно ответить сразу же каким-то сообщением. Вот. Вот. Опять-таки включилось радио. Ну, в общем, все. В принципе, основные все функции Apple CarPlay я показал. В общем, система удобная. Можно пользоваться. Особенно мне понравилось это управление музыкой, интернет-радио. Управление телефоном. И, конечно же, навигация. То есть, если машина не оснащена навигационной системой, то очень удобно пользоваться картами. Или, там, в Android Auto Google картами. Вот. Еще что я хотел бы показать. А. По сравнению, да, с Android, Apple, Siri, ну, не настолько... Не столько всего умеет в плане поиска. То есть, если Google можно задать любой вопрос, там, разносторонний, то в Siri, допустим, задаем вопрос. Какова высота Эйфелевой башни? Высота 324 метра. Кстати, знает. Это она знает. Погоду можно также спросить. Какая погода будет завтра? Местами ожидается облачное небо завтра. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 14 градусов до 25 градусов. Вот. Как-то так. В Android, по-моему, там будут выскакивать еще и такие карточки. С этим всем. То есть, в Android там более анимировано. Там карточки, вот эта вся фигня. Здесь все лаконично по-эпловски. Опять музыка включается. Даже если она стоит на паузе. Ну, как-то так. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо.